Использование питьевой воды из-под крана категорически запрещено. Сообщение с подобным текстом получил чуть ли не каждый карагандинец вчера вечером и сегодня днём. Затопило насосные и очистные сооружения, говорится в анонимном тексте. Карагандинцы в панике и просят разъяснений. Как на самом деле обстоит дело с водоснабжением областного центра? Есть ли угроза заражения воды и в каком состоянии насосные, выясняла Ирина Вобещевич. В сырой воде все минералы существуют. Кипяченая вода, она вода мёртвая. Надежда Даниленко, жительница Майкудука. Сегодня утром соседка сообщила ей, что пить воду из-под крана категорически нельзя. А она уже и сама по привычке напилась и внучку напоила чаем из кипяченой трубопроводной воды. А теперь вот сын позвонил со Станы и, как говорится, подлил масло в огонь. Простите меня за эту информацию, но он в Астане отравился, видимо, водичкой сырой. Пришёл с работы, напился воды сырой. У него и поносы, и рвота, и температура поднялась. Поэтому меня, говорю, сейчас трясёт. Трясёт надежду не от выпитой воды, а от информации, которая с самого утра разнеслась между соседями и знакомыми. О том, что использование воды из-под крана категорически запрещено. Затоплены насосные станции и очистные сооружения. Анна Антонюк с мужем тоже проживают в Майкудуке. Хоть мобильными приложениями не пользуются и сообщений не получали, однако слухи дошли и до них. Знаете, как сказать, по телевизору этого не передавали. А так люди говорят, что нельзя пить воду, потому что везде течёт, всё затапливает. Это всё говорили. Слышала. Вот людей, конечно. Ну, вы верите слухам? Веру. Анна Антонюк с мужем Надежда Даниленко, как и тысячи других карагандинцев, обеспокоены и хотят знать, насколько опасна вода, которая течёт из наших кранов, и можно ли её употреблять без вреда для здоровья. Для этого мы обратились в Караганды-Су. ТО Караганды-Су официально заявляет о том, что информация, распространённая вчера, 13 апреля, посредством мобильного приложения WhatsApp, не соответствует действительности. Водочистные сооружения ТО Караганды-Су, а также насосные станции, главные и подкачивающие, работают в обычном режиме. Никаких ограничений подачи воды по городу Карагандей и посёлку Актаз не производится. Мы решили самостоятельно проверить состояние насосных станций и очистных сооружений, выехав на место. Для того, чтобы развеять слухи о плачевном состоянии водопроводных объектов, нас допустили на стратегические объекты. Как мы убедились, насосные станции не затоплены, двигатели и насосы работают в штатном режиме. Ну а как обстоит дело с качеством воды? На этот вопрос ответят в лаборатории. Людмила Грица и начальник лаборатории ТО Караганды-Су возмущена необоснованностью слухов. Это просто диверсия. Кому-то выгодна диверсия. Мы совершенно не затронуты никакими потоками. Согласно должностным инструкциям, лаборатория Караганды-Су при любых даже незначительных отклонениях в качестве воды обязана сообщать об этом в департамент по защите прав потребителей. Однако для этого повода не было. Вода соответствует всем нормативным требованиям. Подтверждение этому наша съемочная группа вместе с начальником лаборатории выпили воду из-под крана. Ну а тем, кто распространяет ничем не обоснованные слухи среди населения и сеет панику, предстоит ответить за свои действия. По данному факту ТО Караганды-Су обратилась в органы внутренних дел с заявлением на привлечение к уголовной ответственности виновных лиц за распространение слухов. Ирина Вабищевич, Аргеномер Никита Косых, 5 канал.